Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 мая. Сегодня я начну высаживать свои перцы в теплицу. И вот перед тем, как я их рассортирую и высажу по разным углам, я хочу вам показать, какая у меня выросла рассада. Сразу хочу извиниться. У меня многие в течение этого рассадного периода просили показать. Покажите, какой у вас веньки, ну в рассаде перец. Покажите, какой у вас там, например, желтый слон просили. Я редко отзывалась на эти просьбы. Сейчас объясню, почему. Вот вы видите, у меня вот это вот, ну как сказать, они в одном общем табуне более 40 сортов. Тут и в кассетах, и в стаканах. И вот я их один раз как распекировала, поставила, все, они разрослись. И для того, чтобы показать один какой-то сорт, вот, например, стаканчики, их же не видно надписи, где здесь какой. Мне нужно вот все их тревожить, перелопачивать, вытаскивать, смотреть вот эти вот, вот видите, желтенькие там, смотреть вот эти желтенькие этикеточки, что там написано. Потому что визуально вот так, глядя сверху, на них не определишь, где какой сорт. И естественно, я этого никогда не делаю, потому что, особенно если в кассетах, особенно если в кассетах, это надо поднимать журналы, смотреть в каком ряду, сколько, каких штук, сортов. И из 40 сортов выбрать один какой-то сорт, который вас интересует в данный момент. Вот охота вам посмотреть, например, какой веньки. А для того, чтобы показать вам его, это у меня полчаса или час работы. Конечно, я не буду это делать. Зачем мне делать лишнюю работу, когда у меня хватает такой своей нормальной работы. Поэтому я редко какие сорта показывала. И увижу я их сама, каким получился какой сорт, только сейчас при высадке. Потому что, как бы вам объяснить, ну у меня томаты все равно стоят, конечно, на первом месте, а перец немного как бы задвинут. И поэтому я вот как распекировала, вот рассадила их, больше ничего я не делала. Я даже не знаю, где какой сорт, потому что все это забывается. Он же сеян несколько сроков, 4 срока. Вот какие в этом лотке, тоже надо смотреть. Или какие вот здесь, это надо их есть. Сейчас сяду, рассортирую. Вот как я говорила, по высоте, по сортам. И тогда уже, когда они будут рассажены в теплице, я смогу показать тот или иной сорт. Сразу скажу, что ни одной подкормки я не делала, потому что не хватало еще мне перец подкармливать. Мне и так работы много. Перец всегда вырастает сам. Я считаю, вообще в рассадном периоде мало кого подкармливаю. И я считаю, что они сами должны вырастать. Я вот в предыдущем видео показывала, что у многих уже вот такие вот завязи висят. Но я не обрываю. Надеюсь на то, что они все-таки сохранятся. И при высадке в теплицу они будут самыми первыми. Вот такие перцы у меня все. Вот тоже хорошие такие прям. По 4-5 висят. Все перцы хорошие. Нынче, тьфу-тьфу-тьфу, у нас не было тли. У меня обычно бывает, когда долго передержишь, тля возникает. Не было тли. Не было пока что никаких вредителей. Видно, что листики зеленые такие. Бодренькие. Ждут от меня скорее, когда хозяйка высадит их на постоянное место. И вот теперь самое главное, не упустить момент, чтобы в теплице ну как, такое содержание им обеспечить, чтобы там не завелся паутинный клещ, чтобы там ничего не, какие-то слизни в том году, вот какие-то слизни двуехвостки, сильно много продырявили, проели. Вот придется обрабатывать вовремя какими-то, не знаю, препаратами что ли. Потому что в том году большой ущерб мне принесли именно насекомые вредители. Также вырастила всю хорошую рассаду. Было все хорошо, все здорово. Но так как томаты оттянули на себя внимание мое, и когда я пришла, было уже поздно. Ну как я издалека посмотрю, все нормально стоит, вроде растет. А потом посмотрела, а все эти плоды в дырочках туда залезли вот эти, я не знаю, кто там лазит, и испортили весь мой перец. Нынче буду умная, надо делать медосмотр, так же как томатом почаще. Потому что, конечно, жалко такую классную рассаду. Вот смотрите, она же старается, она растет, она такая толстая, мясистая. Жалко такую рассаду упускать, но вот такое бывает. В прошлом году я показывала видео, неудачи этого года, когда у меня весь перец кто-то съел до меня. Все, до свидания. Буду высаживать. Если будет время, немножко покажу о схеме высадки. Ничего сложного. В прошлом году я высаживала, показывала. Я их сажу не по два в лунку, но все равно попарно, приближено так вот строчками, два, 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 чтобы к одному колышку привязать. И высаживаю тоже не очень редко, так же как томаты, они потом делаются сплошными рядами. Но все это на пальцах не буду показывать, потом вам сделаю фото или сделаю видео. Все, до свидания.